Ролик называется «Пять мифов о Сталине». Видите, сталинизма нету, а про Сталина в итоге столько роликов. Как в анекдоте про Вовочку, жопа есть, а слова нет. То же самое и здесь. Мы будем защищать Сталина на протяжении большого количества роликов, при этом никакого сталинизма не существует. Интересно, как всё-таки быть с газетой «Сталинец». Там ведь была ещё комсомольская газета, которая называлась «Юный сталинец». То есть, сталинизма нету, а сталинисты были и есть, и будут, наверное, ещё. Иосиф Сталин – революционер, марксист, лидер коммунистической партии и глава Советского Союза. Сталин был выдающимся теоретиком марксизма и одним из величайших деятелей своей эпохи, что признавали даже враги советской власти. Однако после смерти... Ой, там даже товарищ Ежов выглядывает, смотрите, из-за плеча товарища Сталина. Сталина, его роль в истории была кардинально пересмотрена. Антисталинская истерия породила большое количество лжи, которая активно используется в антикоммунистической пропаганде. Каким же был Иосиф Сталин на самом деле? И какую роль он сыграл в истории Советского Союза? Миф первый. Сталин – кровожадный тиран. Я напоминаю, что с точки зрения марксистской теории роль личности в истории, она ничтожна. И историю творят общественные всякие массы. В 156 году на 20-м съезде КПСС Никита Хрущев в секретном докладе подверг критике... Да, культ личности, все такое. После этого товарищи из Китая обрушились с критикой на Советское политбюро. Начали обвинять всех в ревизионизме. Уже покойного Иосифа Сталина. И выдвинул ряд обвинений, главным из которых стали так называемые «сталинские репрессии». Дальнейшая антисталинская кампания в СССР, развернувшаяся уже в период перестройки, довела эту тему до абсурда. Сам факт репрессий стал объясняться маниакальными наклонностями Сталина, который якобы... Ну, там Сахаров был. ...желал уничтожить как можно больше людей. Академик. На самом деле, репрессии были далеко не так масштабны, как их пытаются представить буржуазные идеологи. Да, далеко не так масштабны, всего каких-то порядка 700 тысяч расстрелянных, без 300 тысяч миллион человек, и 20 миллионов, значит, заключенных и пораженных в правах, и переселенных насильственно. Совсем вообще не масштабны ни разу. По данным исследователя Виктора Земского, с 1921 по 1953 годы, за контрреволюционные преступления было осуждено около 4 миллионов человек. Из них приблизительно 1 миллион 400 человек пришлось на 1937-38 годы. Из них около 680 тысяч было приговорено к высшей мере наказания. Округление тут не в правильную сторону немножко. Ну ладно, не суть. Окей, даже если мы исходим из этих цифр, все равно, блядь, 680 тысяч, это, блядь, очень много. Ну, высшая мера наказания, кто не понимает, расстрел. То есть, по данным тех цифр, в общем-то, на которые ссылаются сами коммунисты, да, то есть, это проверенные всеми сталинистами цифры, которые они готовы признать, расстреляны в годы Сталина. То есть, это не все жертвы советской власти, только в период, значит, сколько там, с 1921 по 1953 было расстреляно вот столько человек. Это только расстреляны, чтобы вы понимали. И это только те цифры, на которые согласны сами коммунисты, потому что в действительности там придется еще добавить. За период с 1918 по 1958 годы на территории СССР проживало около 400 миллионов человек. Репрессиям же подверглась не более двух с половиной. Спрашивают, почему все ссылаются на Земского? А потому что у Земского содержатся цифры, которые они готовы признать, потому что во всех других источниках там порядок цифр намного выше. Поэтому они выбирают самое меньшее, вообще на что можно согласиться. То есть, дальше отступать, в общем, некуда. ...советский граждан. Соответственно, около 97,5% населения СССР никаким репрессиям не подвергалось. Сама поп... Ну да, если не рассматривать как репрессии поражение в правах из-за принадлежности к крестьянскому сословию. Да, то есть, если не рассматривать как поражение в правах то, что тебя, значит, понуждают вступать в колхоз, потому что в противном случае тебе придется как единоличнику платить гигантский налог в пользу государства. И потом уже, когда ты в колхоз вступил, ты вынужден подчиняться вот этим правилам и работать за трудодни. Если мы это не рассматриваем как, значит, репрессии и как поражение в правах, то тогда, да, мы можем сказать, что большая часть населения никаким репрессиям не подвергалась. Но это, на самом деле, серьезное поражение в правах. Потому что, например, когда коммунистов спрашивают, типа, а почему у крестьян паспортов не было долгое время, почему им только в конце 70-х начали паспорта выдавать, что коммунисты отвечают? Они говорят, ну, не было, значит, этих типографий, не на чем было паспорта печатать, как бы, и поэтому вот люди жили без паспортов. Но, простите, печатать труды Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, значит, на всех языках мира миллионными тиражами мощности были типографские, а паспорта крестьянам напечатать мощностей не было. Как интересно. Капиталистов используют все возможные средства для удержания своей власти. Прямо сейчас буржуазные государства по всей планете репрессируют множество людей в интересах кучки капиталистов. И раз капиталисты применяют репрессии против... Да, раз все это происходит, то Сталин хороший. Но проблема в том, что вот ни один из этих людей, которого сейчас показывали, да, ни Алишер Усманов, ни второй вот этот вот какой-то олигарх отвратительный, фенотипический, никто из них не убил столько россиян, как, значит, Сталин. Против своих противников, то и пролетариат может и должен наказывать тех, кто выступает против власти рабочего класса. Репрессии в СССР были направлены не на максимальное уничтожение людей. Да, власть рабочего класса – это власть Сталина, вы главное. Не забывайте об этом никогда. Потому что Сталин – это главный рабочий. Как пытается представить их буржуазная пропаганда, а на борьбу с контрреволюцией, то есть с теми, кто пытался уничтожить социализм и вернуть старые порядки. Обострение классовой борьбы в период строительства социализма привело к активации антисоветской деятельности ряда оппозиционеров, левого и правого уклонов партии, а также других антисоветских элементов и иностранной агентуры. Сотни томов следственных документов, связанных с процессами над руководителями оппозиции, а также заговорщиками и предателями в органах государственной безопасности и вооруженных силах, свидетельствуют, что большая часть осужденных действительно была виновна. Но ситуацию... То есть большая часть осужденных при Ежове, они-таки были виновны? Мм, как интересно. За что же расстреляли Ежова? Ухудшил карьеризм некоторых партийных секретарей и руководителей аппарата НКВД, которые желали укрепить свое положение за счет борьбы с врагами народа, что порой приводило к... Слушайте, как-то вот немножко тенденциозность роликов поменялась вместе с изменением озвучки. Видимо, у них на канале произошли какие-то кадровые изменения. ...необоснованным обвинением советских граждан. В итоге причины репрессий лежат не в плоскости личной воли якобы кровожадного Сталина, а обусловлены целым рядом объективных причин и конкретно исторической обстановкой, в которой находился СССР в 30-е годы. Миф второй. Сталин... Ну, третий рейх в 30-е годы тоже находился в непростой обстановке. Получается, товарищ Гитлер тоже ни в чем не виноват. В СС пробрались враги. Непростая международная обстановка, поэтому пришлось построить лагеря смерти и убивать там людей. То есть Гитлер ни в чем не виноват. Это было решение партии. А решение партии — это решение рабочего класса. Плохой главнокомандующий. В своем докладе и воспоминаниях Хрущев отмечал, что в первые дни войны Сталин был психологически подавлен и отсутствовал на рабочем месте, скрывался на даче и якобы только вмешательство политбюро смо... Ну, он первые два дня только скрывался на даче, потому что нападение немцев действительно было шоком. ...могло вернуть его к работе. Схожая версия событий имеется и в мемуарах Анастаса Микояна, имеющих сомнительное происхождение. Однако, как свидетель... О, имеющих сомнительное происхождение. Окей, а мемуары какого из советских деятелей не имеют сомнительного происхождения? Потому что там все мемуары, они проходили советскую цензуру так-то. Ну, кроме мемуаров Жукова, которые были изданы там в эти 12-е редакции уже после его смерти. То есть Жуков умер, как бы, но не завершил свою литературную деятельность, продолжил, как бы, писать мемуары даже после смерти. То есть, окей, хорошо, мемуары Микояна имеют сомнительное происхождение. А какие мемуары не имеют сомнительного происхождения? ...опубликованный журнал посещений кабинета Сталина, все первые дни нападения Германии он провел в своем кабинете в Кремле и регулярно принимал посещения... Ну, кроме первых двух. ...посетителей, среди которых были многие партийные, военные и государственные деятели. Так, Жукова нам показали. Сталин не оставил свой пост даже в самые тяжелые и опасные дни войны. Осенью 1941 года вместо эвакуации в тыл он предпочел остаться в осажденной Москве. Важным событием стал парад 7 ноября 19... Ну, потому что эвакуация в тыл означала для него арест и смертный приговор со стороны своих же. Потому что если он, как бы, не сумел организовать оборону таким образом, что даже Москву пришлось немцам отдать, то, скорее всего, его бы просто свои же арестовали. ...в 1941 года, в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской революции. Произнесенная с трибуны Ленинского мавзолея речь Сталина имела большое морально-политическое значение для Советского Союза и укрепила боевой дух всего советского народа. В докладе о культе личности отмечалась и отрицательная роль Сталина как главнокомандующего, чье вмешательство в ход операции якобы приводило к негативным последствиям. На самом деле Сталин принимал активное участие... Ну, немецкие генералы тоже все свои, все косяки потом на Гитлера валили постфактом. В обсуждении и разработке операций, в результате которых был осуществлен разгром и окружение фашистских войск под Сталинградом и одержана крупная победа на Курской дуге. В ходе десяти стратегических операций, разработанных при участии Сталин... О, десять сталинских ударов знаменитых. То есть это советская историография войны, она так и выглядела. То есть люди изучали десять сталинских ударов. К концу 44-го года вся советская территория была освобождена от фашистских войск. В дальнейшем эти операции войдут в историю как десять сталинских ударов. Да, про каждый из ударов в отдельности потом фильмы снимались. Начальник генерального штаба Красной Армии маршал Василевский так оценивал Сталина как верховного главнокомандующего. По моему глубокому убеждению, Иосиф Виссарионович Сталин, особенно со второй половиной Великой Отечественной войны, является самой сильной и колоритной фигурой стратегического командования. Он успешно осуществлял руководство фронтами, всеми военными усилиями страны, на основе линии партии и был способен оказывать значительное влияние на руководящих политических и военных деятелей союзных стран по войне. Вопреки антисоветским мифам, Сталин был способным военным и политическим руководителем, который внес огромный вклад в организацию победы над фашизмом. Миф третий. Сталин был религиозным человеком. Сталин активно проводил и поддерживал борьбу с религиозными пережитками все 20-е и 30-е годы. На 15-м съезде ВКПБ Иосиф Сталин среди существующих тогда минусов советской власти отметил ослабление антирелигиозной пропаганды. Поэтому совершенно безосновательно приписывать довоенную антирелигиозную политику троцкистам и другим противникам Сталина. После начала Великой Отечественной войны некоторые буржуазные историки отмечают сворачьи... Ну, кстати, здесь все правильно. Сталин действительно не был верующим. ...чувание антирелигиозной политики в СССР и поворот Сталина к православию. В качестве доказательства приводится встреча местоблюстителя Патриаршего престола со Сталиным в Кремле, а также учреждение Патриаршего престола. Однако все это не является доказательством того, что Сталин был верующим. Изменение политики советской власти по отношению к РПЦ было вызвано стремлением заручиться поддержкой высшего духовенства в противовес немецкому плану использования РПЦ во время войны. При этом и речи не шло о применении религиозной пропаганды на фронте и изменении политики Компартии, которая всегда опиралась на научный атеизм. Также существует легенда, что зимой 1941 года, по личному указанию Сталина, самолет с Тихвинской иконой Богоматери совершил облет вокруг Москвы. Да, еще там всякие истории про то, как он эту Матрону Московскую посещал, еще что-то. Ну, это все выдумано, понятно. И только благодаря этому удалось спасти столицу. На самом деле это лишенное доказательств выдумка антикоммунистов, которые принижают реальный подвиг советских людей, спасших Москву от захвата фашистов. Десять сталинских ударов Сурайкина, да, Сурайкин, великий человек. В общем, в кабинете Сталина, а также в его квартире и дачах никогда не было места иконам, а сам Иосиф Виссарионович, будучи главнокомандующим, ни разу не крестился и не молился. Сталин был коммунистом и, вопреки антисоветским выдумкам сторонников мифа о краске. Я не знаю, был он коммунистом или нет, верил он сам в эту шизофазию или просто использовал ее как инструмент политической власти, но верующим он точно не был. Монархия сохранял свои атеистические убеждения до конца своей жизни. Он Макиавелли любил читать. Государя. Миф четвертый. Сталин, русский националист и антисемит. В период активного строительства социализма в СССР русский народ добился небывалых ранее успехов. При советской власти миллионы русских людей наконец получили... Не, националистом он никаким не был, естественно, и антисемитом тоже, потому что при нем очень много евреев было, в том числе на высоких должностях. ...доступ к современному образованию. В совершенстве овладели своим языком и приобщились к недоступной им ранее великой русской литературе, что способствовало ее развитию и обогащению на новых коммунистических принципах. В своих трудах и публичных выступлениях Иосиф Сталин неоднократно выражал искреннее уважение к русскому народу. Эти факты позволили противникам марксизма изображать Сталина русским державником и националистом. Если же внимательно посмотреть на историю советского государства, то выяснится, что кроме русского народа процветали и другие народы СССР. Численность населения, благодаря повсеместному повышению уровня жизни, в период сталинского руководства росла среди всех национальностей. Украинский, белорусский, грузинский, армянский и другие народы пристали не получать... Да, особенно вот Сталину должны быть благодарны. Нет, ладно, я не буду шутить на эту тему. А то меня и в Малайзии достанут. ...возможность свободно говорить и учить... Продолжаем смотреть ролик. ...на родных языках. При этом многие языки малых народов обрели письменность. Кроме... Да, многие языки малых народов были придуманы. Что было с решеннейшим удивлением, как бы, и новостью для этих самых малых народов. Типа, вот, товарищ Сталин вам тут язык придумал. Ух ты, вот это да, как интересно. Это, кстати, украинская вот эта националистка Фарион, которую зовут, или как-то так. Она отстаивает концепцию, что грамматика украинского языка, она была при Сталине, придумана тремя евреями-филологами. Что, конечно, особенно пикантно, учитывая, какую позицию она занимает по поводу, значит, украинской мовы и российской, и в России русского языка, да. ...национализма Сталину приписывают и антисемитизм, что звучит абсурдно, учитывая национальность многих великих советских людей того времени. Одним из ближайших товарищей Сталина был Лазарь Каганович. Это Каганович, блядь, всё, запомните раз и навсегда. Выдающийся большевик и советский нарком, а также еврей по национальности. Многие лауреаты Сталинской премии имели еврейское происхождение. Например, режиссёром Юлию Райзману, Михаилу Рому и Сергею... Ну, Лев Мехлес. Изенштейн вообще был гомосексуалист. Изенштейну Сталинскую премию вручали неоднократно. Как настоящий марксист, Иосиф Пистерионович резко критиковал любые проявления шовинизма. Например, на запрос еврейского телеграфного агентства из Америки Сталин ответил, антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма. В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью. А, ну, слушайте, активных антисемитов карать смертной казнью, это, конечно, интересно, да. Миф пятый. Сталин уничтожил Ленинскую гвардию. После смерти Ленина внутри партии большевиков разгорелась жесткая борьба между различными группами. В результате этого противостояния победу одержала группа во главе со Сталиным, которая выражала позицию большинства партии. Деятели оппозиции, которые только прикрывались именем Ленина, а по факту, вопреки его заветам, сеяли в партии раскол и фракционизм, были смещены с занимаемых должностей. Многие были исключены из партийных рядов. А один из главных антипартийных деятелей, Лев Троцкий, был выслан за границу. Именно Троцкий в 30-е годы начал трактовать... Да, сначала в Казахстан, потом в Европу, в Турцию, в Европу, значит, потом в Мексику, и там его ледорубом тюкнули. Открытые судебные процессы против троцкистов и правых как расправу со старыми большевиками и Ленинской гвардией. Сам Троцкий, бывший сначала меньшевиком, а потом межрайонцем, никак не мог быть большевиком. К старым большевикам относился... Почему это не мог быть большевиком? Он поменял взгляды, встал на большевистские позиции. Типа, чего это он не мог быть большевиком? Сталин, который, в отличие от многих других, всегда поддерживал Ленина в основных вопросах. Кроме того, многие старые большевики при Сталине продолжили работу в партии и не подверглись никаким репрессиям. Среди них можно назвать Молотова, Калинина, Кагановича, Калантай, Павдойского, Ярославского, Владимирского и других. Репрессии против таких... Ну, у Калантая же, ну, у Калантая мужа расстреляли, как бы. ...вторых партийных деятелей... ...у Калинина жену посадили. ...как Бухарин, Зиновьев, Каменев и других проводились далеко не по принадлежности к ленинскому окружению. Приговоры всегда выносились в первую очередь за конкретные преступления против советской власти. Поэтому все обвинения к Сталину за расправу над Старой Гвардией совершенно безосновательны. Сталин... Да, абсолютно безосновательны, особенно учитывая... ...то, что большая часть ленинского совнаркома при Сталине она была расстреляна. Ну, практически... ...практически все, кто... ...кому повезло дожить до 37-го года. Сталин олицетворяет собой целую эпоху в истории советского государства. С его именем неразрывно связаны стремительный экономический рост и победы социализма, сделавшие советское государство мощнейшим оплотом мирового коммунистического движения. Поэтому сегодня имя Сталина, как выдающегося революционера и коммуниста, повсеместно очерняется сторонниками капитализма. Однако десятилетия антисоветской пропаганды не смогли пошатнуть его народную популярность. Пока существует гнет и эксплуатация, пока все богатство и власть сосредоточены в руках... Ну, его народная популярность, она носит скорее монархический характер. То есть его как царя воспринимают. В руках капитала народ будет продолжать обращаться к Ленину и Сталину, которые стали символом борьбы за светлое будущее всего человечества. До связи. Да, ну, в общем, Сталин был хороший. Кто Сталина не любит, тот антисоветчик. Потому что Сталин — это и есть советы. Сталин — это и есть советская власть.